Музыка Как говорят на Востоке, для мудреца каждый встречный учитель. Мы должны учиться на этой жизни. Мы не сталкивались с разными проблемами, мы их преодолеваем. Но очень важно найти свой путь и свой стержень, почувствовать его. Никас Сафронов. Заслуженный художник России. Академик Российской Академии Художеств. Профессор Государственного Ульяновского университета. Прислали очень много работ. Ну вот именно эта девочка, Белева Юлия из Мурманской области, меня тронула. Она использовала, скорее всего, акварель или гуашь. Я на ней сделал акрилом вот этого жирафа. И он рядом с ним очень реально и очень реалистично списался. Можем сделать какую-то дополнительную маленькую часть. Здесь все очень лаконично. Я бы даже не стал сильно углубляться и что-то менять в ее. Мы уже устаргаемся в ее индивидуальность. Такую вот. Мы вставляем ее вот в простую рамочку. Работа сразу концентрирует внимание. Видим ее завершенность. Когда она вдруг становится уже законченной. Вот, видите, работа уже приобретает особый какой-то смысл. У меня тут работа есть неоконченная. Вот цветы в таком стиле экспрессионистов. Я делаю иногда такие наброски живые. Есть работа реалистические, очень законченные. А есть работа такие размытые, когда есть как бы вот какая-то такая завершенность условная. Краски человек может использовать любые. Сейчас есть акрилы, сейчас есть масляные, есть акварель, тенпера, пастель, гуашь. Это можно все использовать. Мы должны стремиться к какому-то свету, к чистоте. Вот у меня три составляющие основные. Это профессионализм, обязательность и духовность. Я советую всем юным художникам, которые решили, что эта профессия их по жизни, хотя она может меняться, это тоже нормально. Быть профессионалами, быть честными к своей профессии, быть позитивными. Ты художник, а красота спасет место.